Наверное, где-то полгода назад, может даже больше, проходил онкосеминар, на котором, собственно говоря, я с удовольствием посмотрел выступление Вальдемара Рагеля. Это бывший, собственно говоря, наш спортсмен при СССР, насколько я понял, у которого еще в молодом возрасте возникли проблемы, которые не могла решить медицину. Поскольку человек был технического склада ума, ему ничего не оставалось делать, как приложить собственные технические навыки для решения собственных проблем. Нормальный подход. Я думаю, некоторые слышали, а все остальные, возможно, где-то слышали, но не воспринимают. Здесь получается такая интересная картина. В чем заключается метод? Я скину тебе ссылочку на патент, приложишь в описании. Он просто на русском языке, все с точностью, с описанием, там никаких проблем с этим нет. В чем заключается метод? Кстати, метод был в 90-е, 91-й год, перед развалом СССР, полностью опробован. Он получил клиническое подтверждение, была даже создана небольшая, можно сказать, клиника, которая с пропусканием до 350 человек. То есть, достаточно большой поток людей мог пройти. И результат клинических испытаний показал 90% излечения хронических и различных якобы нелечимых заболеваний. Значит, основные заболевания, которые сейчас я зачитаю, это прямо из патентов. Автором успешно применен способ восстановления функций нервной и сосудистой системы при лечении тяжелых спортивных травм, растяжения мышц, связок, артритов, суставов, полиартритов, остеохондрозов, сложных радикулитов. Сейчас у нас понятие радикулит вроде бы как отменено, но это на 90-й год, по сути. Облитирующих эндоартритов, спонделизов позвоночника, гайморитов, нарушения кровообращения, всевозможных солевых отложений, нарушения системы дыхательного аппарата, затемнения легких, косметические явления, всевозможные анемии, атрофии и неврологии. То есть, это те самые застойные вещи, о которых я говорил. Да. Значит, сразу могу сказать очень интересный момент. По этому списку, допустим, для наших, скажем так, вихревых методов прямых, то есть воздействия с динамической электростатикой, некоторые, скажем так, эти вещи, либо очень тяжело поддаются воздействию, либо практически могут быть даже не тронуты некоторые вещи. То есть отложения без проблем, катушки-то всё там убирают, особенно кристаллические какие-то там или ещё чего-то. А вот что касается всяких там артритов, артрозов, там и вот то, что связано с сосудами, то есть там чуть-чуть сложнее получается. Так вот, в принципе, я думаю, что люди смогут сами себе помочь. Кстати, он точно так же, то есть он говорит, ребята, берите. Прошло уже почти 30 лет, я в открытую говорю, берите, пользуйтесь. Никто не берёт. Практически. Ну, это у космонавтов где-то ещё осталось. Я так слышал об этом, крайне. У космонавтов и спортсменов. Следующее. Что применяется? Батарейка крона. Это источник питания. Минусовой контакт на слизистую рта. Плюсовой контакт на проблемное место. Ну, плюсовой контакт, я так понимаю, как у нас можно смочить, естественно. То есть там любой электрод можно сделать. В патенте это всё написано. ТОК. То есть нужен микроамперметр, переменный резистор. Сейчас номинал не скажу, потому что не делал установку, не экспериментировал. Но вся по себе цепь получается. Это крона, резистор, амперметр. Настройка осуществляется сразу. Скажем так, плюс-минус сбрасывают. Ну, там шнуры, к примеру, какие-то. То есть он для детей показывал, допустим, он прямо в соску монтировал. Ну, вообще замечательно. Для маленьких. То есть ток настраивается вначале от 10 до 60 микроампер. 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 Как бы ни о чём. Ну, так сказать. Часы, которые висят на стене, они потребляют примерно 150-200 микроампер. И работают на одной батареечке. Год-два, как бы, вообще легко. Вот. Здесь получается у нас в 3-10 раз меньше. Ну. Значит, настраивается. То есть, опять же, в патенте всё описано. То есть, по наличию, то есть, до появления, то есть, ну, как бы, он пишет, острых болевых ощущений. То есть, вроде бы, такие мизерные токи. Но сразу, как бы, с непривычки и всё остальное. Могут, ну, то есть, языком потрогать электричество. Как бы, я думаю, батарейку лизали, пробовали. Как бы, если батарейка разряженная, вроде бы, там кисленькая, приятно. А если лизнуть новенькую крону, то по языку довольно-таки хорошо получаешь. Вот. Здесь примерно та же самая ситуация получается. Значит. Что хотел бы отдельно здесь отметить? О, вот этого метода. То есть, не просто, то есть, минусовой контакт у нас идёт на слизистую рта. Да, это прямо, он отдельно обосабливает, потому что именно минус нужен. Вот. Потому что происходит, то есть, минус у нас является более высокой частотой. И, соответственно, соответствует естественному тракту. Как говорится, изо рта и дальше. Как работает по вихревой системе организм. Вход здесь втягивается. Да. То есть, плюс, плюс. Ещё хотел сказать ванус. Не обязательно, если там проблемы. Ну, да. Значит, плюс, я бы так сказал. Лучше использовать не один, а минимум два. Потому что здесь стандартная вихревая система. Мы должны создавать для увеличения эффективности воздействия обязательно возможность ветвления. Не просто взяли плюсы и минусы, аккуратненько, аккуратненько пропускаем постоянно ток через организм. Там время пропускания смешное, кстати, там полторы-две минуты, по-моему. Вот. После чего можно сменить точку приложения собственного реэлектрода. Ну, а минус во рту так и остаётся. На ложку можно примотать, чтобы удобно держать было, да? Вот. То есть, видеозаписи в интернете есть. Много очень информации по нему. Но, к сожалению, информация прямо так вот, то есть, не зная, чего ввести, она не всплывает. Поэтому я думаю, что комбинация наших методов, которые сейчас мы применяем, и комбинация, допустим, вот этого простейшего метода, стоящего из кроны микроамперметра резистора, может ещё улучшить собственное состояние здравомыслящих и желающих развиваться. Потому что, если мы не желаем развиваться, к сожалению, никакие методы не помогают. Идёт сброс нашего биологического тельца. Когда подсознание говорит, нет, всё, мы достигли, сейчас всё. Бесполезно чего-то лечить. Разваливается, просто разваливается организм. Без цели ничего не получается. Смысл существует. Да. То есть, генератор наш основной начинает, собственно говоря, вырабатывать всё меньше и меньше, структура начинает всё быть слабее и слабее, всё разваливается. Это очень, кстати, хорошо заметно на людях, которые занимаются всю жизнь наукой. 80-90 лет люди, разговариваешь, как, не знаю, человек до пенсии ещё, реально, 50-60 лет максимум дашь. Но стоит только человеку перестать заниматься, через полгода глубокий старик. Я лично это видел, но на тот момент я не понимал, почему так. Но сейчас это как бы чётко понятно. То есть, больше, как бы сказать, по этому я ничего особо рассказывать не буду. Я просто озвучил, чтобы просто немножечко повысить информативность. Не более того. Эта вся информация доступна в интернете. Возник вопрос у всех. Всё-таки в одних книжках написано, что положительный электрод надо класть на слизистую. Да, обязательно. Отрицательный на проблемные места. Я вам скажу, как там получилось. Там мой патентовед местами перепутал. Вот и пошло это дело. Но самый первый патент, который уже 30 лет назад там стоит, на слизистую. На слизистую. Только слизистая. Только там кто-то слизистая. Больше ничего. Если вы будете ещё там... Я не знаю, может там что-то получится, но я работаю только на слизистую.